15 глава 3 стиха я буду читать и не третий стих и собрал давид всех израильтян иерусалим чтобы нести копчег господин на место его которое он для него приготовил 12 стих и сказал вы начальники родов еврейских осветитесь сами братья вашей принесите копчег господа бога израилева на место которое я приготовил для него ибо как прежде в это дело ибо как прежде не вы это делали то господь бог поразил на то что мы не взыскали его как долго и осветить и осветили священники или видно для того чтобы нести копчег господа бога израиля такие несколько стихов не будем очень сильно углубляться но я хотел бы на этом фоне да не может говорить о том что является присутствует больше в нашей жизни потому что то что мы здесь находимся у нас есть определенные цели у нас есть определенные обстоятельства у вас есть определенные желания чтобы здесь находиться и у многих да она здесь это чтобы почувствовать присутствие божьей в своей жизни еще раз обновиться максим начинал говорить просто нам нужно это обновление ума нашего нужно обновление нашего сердца нужно обновление нашей жизни это необходимо и так как мы говорим о присутствии больше что мы мы здесь для этого собрали для того чтобы чтобы она была на этом месте чтобы быть еще раз затронутыми словом божьим будет еще раз затронутыми то что происходит среди нас чудесами может быть опытом за каким-то которые здесь люди рассказывают делятся которые выходят проповедуют и так далее и как для каждого дела так и для присутствия божьего должны быть свои условия например как он теперь говорил что когда ты езжал через границу сюда обратно выезжал куда-то приезжал всегда есть определенные условия сколько ты можешь допустим провести денег с собой есть декларации о том что можно провести сколько сувениров сколько чемодан на повеску будет так далее то есть мы не можем взять все мы хотим и у присутствия божьего мы здесь прочитали что давид он собрал всех священников да и сказали то что вы думаете когда как чек не был у нас и что символизирует как чек на христианской жизни что вообще символизирует как чек повредит это присутствие кожи он символизирует присутствие кожи то что бог он находился там среди людей и то что происходило когда если мы посмотрим чуть раньше там рассказывается истории царство про саула написано то что люди его отношения к заповедям потому что происходит и так далее и поэтому не очень до происходило все таким благословенным образом скажем так вот и если еще раньше посмотрим то люди хотели завалить присутствие кожи хотели выносить украсть там разными способами и говорится что приносили в свои спины а приносили свои селения тоже начинались проблем до рука вот там я шишки всякие перестивляли привезли себе во двор лаксика домой и у них начались проблемы сделали спор то давай сделай коров который там проверим как это все двигается и куда не пойдут то но я не будем убрать этого в эти истории читать когда меня услышали но потом когда дали пришел написано то он сразу почувствовал он сразу понял да после саула он понял то что нам чего-то не хватает когда он воцарился он понял что нам чего-то не хватает и принесли вот этот картин по которым вы сейчас сказали и он сказал а вот эти слова давайте приготовим условия для бога для того чтобы он находился среди нас потому что мы говорим что бог вездесущий правильный лет мы варимал что он везде мы говорим то что во всем любую место которое мы поехали по пошли как библина песня спущусь я пойду по землю даром зайдули на небо и ты там никуда я не скрою твои класса и иногда это вы тяжело становится иногда легко от этого осознание того что о чем мы говорим и больше давить да они вот этот карте принесли вот и мы знаем каким образом он поступил они взяли его на шесты и понесли по всему израиле по этому селению которые они находились давидом там приставил танцевал а ему было очень радостно некоторые люди которые были включали его жену они смотрели и думаю что давидовым сумасшедшим даже какую-то ну сделал какие-то вещи непристойные он его сердце было готово для того чтобы ликовать после того чтобы он не говорил вот это время какое-то определенное потому что ковчег не находился у них слова не было и в конце концов произошло так что он сказал и когда мы говорим что нибудь мы говорим о том что в наших семьях мы говорим что у наших жизни и так далее но который мы для него условия находился среди нас и для меня это как я понимаю что такое вообще присутствие больше осязаемые слова божья который мы можем увидеть который мы можем достать рукой и быть в нем и как я рассказал иногда происходит так что бог он не на первом месте в нашей жизни и мы иногда смиряем его вместо того чтобы смириться в своих жизнях иногда происходит так что мы хотим его смирить в отношении к нам он говорит нам что-то мы готово да его на первое место поставить в нашей жизни я думаю что это и есть причина это и есть следствие да того что иногда у нас не случается какие-то вещи то иногда мы думаем как например я был как например я был пять лет назад в одной церкви нас приглашали мы жили в Питере вот нас пригласили в одну церковь и люди которые там находились ну они христиане были молодежь все очень ну хороший прием ну все было прекрасно нам очень понравилось и как мы только вошли там начали разговаривать там такая крутая аппаратура сколько что стоит вот это там сколько-то долларов это там сколько-то долларов да иногда я не слышу да что люди допустим они говорят о том что да евангелие говорят о том что мы в жизни происходят там какие-то писа какие-то опыты на самом деле реальне не те которые иногда мы слышим и говорят просто что бог там он его исцелил а человек который исцелен он стоит и еще пока не понимает ничего да и его спрашивают тебя бог исцелил тебе не надо никому сказать об этом это будет видно сразу ты можешь об этом не говорить подходить к людям и сказать ты будешь кричать слепой он начал кричать что другие люди да которые стелились они танцевали они были их поймали там около храма и они ничего не говорили и просто спросили что с тобой произошло я не знаю я просто был слепой я вижу больше ничего не стало сам не понял ничего происходит это иногда нам как я стал волшебство а происходит то что куча людей выстраивать там очередь исцеляться на мощи надо целовать там еще чего нибудь делать волшебство и на самом деле это не пони так потому что если ты действительно ищет это я не проповедовали там не говорила о том что призываю что буду жить по этому чувству клада однажды почувствовал там так далее и теперь живи всю свою жизнь нет это не так обновление обновление то о чем мы говорим сегодня что наши сердца они должны быть готовы и он должен быть на первом месте для того чтобы его присутствие было среди нас и он чувствовал себя хорошо среди нас как вот в то время когда написано что после того что пришел после того что пришел давид он уже начинал там строительство храма да и потом еще пришел сломан который это продолжал делать и закончил и это не говорит о том что мы должны строить храм нет какой-то здание и так далее мы не об этом говорим сейчас мы говорим о нашем сердце о поведении нашего сердца дисциплине по которому здесь ребята говорили который на самом деле так часто не хватает нам именно поэтому есть определенные проблемы именно поэтому есть определенные проблемы которые так часто застают конечно же проблемы есть у всех это понятно и и но и и еще и и и и и поэтому много раз то что происходит я за собой наблюдаю он не является зачастую главным нашей жизни является как вот этим резидентом на который представляет то что он должен представляет представляет царство в котором он должен быть первым в нашей жизни наши сердца именно поэтому и происходит то что иногда люди сидят и говорят о каких-то вещах мы забываем о боге забываем о его присутствии и только лишь тешим себя и обманываем себя много раз о том что присутствие было да какое слово хорошее такое все прикольное было там очередь 40 человек исцелилась там две с половиной тысячи человек исцелилась и потом ты смотришь где все эти люди да никого нет и как бы то что я хотел говорить да и то что я хотел призывать это чтобы мы посмотрели на наши сердца посмотрели на нашей жизни может быть есть что-то да внутри нас который мешает на присутствии позже находиться в нашем в нашем бизнесе на нашей жизни в нашей семье в нашем служении да и так далее сейчас опять нормально иногда так происходит я это увижу в своей жизни то что иногда мой взгляд не направлен на иисус христа когда я принимаю какие-то решения и это история очень я вспоминал сейчас сидел когда люди тоже говорили здесь а петре да когда он смотрел хорошо по воде говорит что иисус москвы иди да и петр пошел он узкал иди и петр пошел по воде и что что происходит он шел и потом раз утонул и почему это так происходит потому что если мы смотрим на иисус христа и он является главным в нашей жизни до является первым в нашем жизни и находится и удивляйте нашим царем то тогда мы можем идти по воде а тогда мы можем побеждать проблему который встречается в нашей жизни можно убеждать мир на который всегда дает атаку на на нашей жизни на наши сердца и так далее которые искушение которые приходят в нашей жизни так далее но только как мы будем взгляд от него только когда мы начинаем смотреть другую сторону только когда мы начинаем смотреть да потому что если мы не смотрим на иисуса куда мы смотрим да иногда мы смотрим на какие-то материальные вещи на колонки на деньги еще что-то и результат мы уже все знаем да то что это конечно не касается того что ты станешь там еще кто-то или хуже еще будет твоя жизнь нет я говорю про то что как хорошо жить да и ощущать присутствие боже в своей жизни и это не то чтобы каждый день это не то чтобы каждый момент который я живу я про это ощущаю да что присутствие позже в своей жизни написано что даже дави да он написал этот салон он вашего дали не смертный тень да пойду не убоюсь я зла да потому что знаю что ты со мной и сейчас он тоже люди говорили пусть про пустыню да про то что много раз мы проходим вот эти моменты своей жизни на пустынные в которых бог говорит которых мы не знаем куда нам двигаться куда нам идти может быть мы пусты с вами сердце своей жизни и не знаем каким образом это все возродить обновить куда двигаться дальше куда еще смотреть дальше и так далее но мой совет как то что здесь написано в библии чуть раньше ничуть раньше намного дальше описано что дух святой когда ничего не было он носила сюда по земле и находился над водами еще тем что еще не было ничего и сегодняшний день на сегодняшний день этот происходит тоже самое дух святой находится среди нас он двигается и он ищет людей которые готовы на который с открытым сердцем ждут его для того чтобы положить свое сердце то что тебе необходимо не то что ты думаешь да то что необходимо тебе но то что он приготовил для тебя и иногда это зачастую это тоже исправление или там какое-то слова которые тебе неприятно как он мне максим сказал недавно ты смеешься на самом деле обычный вечер нормально и я на самом деле чувствовал при себя исправление от бога да то что я не поверил сам в том что это реально потому что мы сегодня все здесь будем находиться как и то что не то чтобы я не поверил но я почувствовал себя человеком вот этот про которого мы говорили что я верю боже да помоги мы ему не верю потому что не то чтобы это невозможно я видел до возможные вещи то что чудеса происходит то что все быстро может появиться и там все найти все реализовываться и так далее вот но первая реакция какая у нас когда бог что-то говорит твою жизнь точно никакую сайна который говорил что ну кого пошлем и ты искал я готов иногда у нас не так тогда мы думаем нужно не нужно финансы сколько стоит это все начинаем думать как это все пойдет и как бы тянем время полагается на свой разум а библия на что учить не полагается на соль не полагайся на разум свой и это не значит что мы должны быть сумасшедшим что я сумасшедший мне все равно я не полагаюсь на свой разум поэтому я делаю то что я хочу еду куда я хочу смотрю куда я хочу потому что в библии так написано мы не об этом говорим потому что слово божье она действительно является очень большим авторитетом для нас это на самом деле правда и поэтому мы не должны полагаться на свой разум потому что он давно все предопределил и он ищет а как я уже сказал как дух который находится в церквях твоем служении твоем бизнесе потому что он может это все исцелить он может их уже поднять на высокий уровень и для каждого разный уровень на самом деле может быть высокий а это не значит что все будут богатыми все будут успешными все хорошо и все будут кайфовать в своей жизни мы не об этом говорим не об этом проповедую мы говорим о том что для того что в своей жизни на первом месте должен быть иисус да и наши сердца должны быть приготовлены к тому как он хочет работать внутри нашей жизни потому что был один царь по которому библии читаем израильский который он не любил когда про него говорили плохо а кто здесь любит чтобы у него плохо говорят я отвернулся все любят правильно пока кола про них плохо говорят никто не любит никто не любит поэтому больше склонны как люди как вот этот молодой богатый подойти к иисусу и сказать ему учитель плане научи меня заранее уже знаю каким образом скорее всего будет ответ двигаться но мы такие люди сами по себе да то что мы ищем иногда вот это дружбу там каких хороших отношений приятно хорошей атмосферы чтобы никому ничего не сказать и так далее вот этот царь он как и мы можно да зачастую свою жизнь он тоже так он говорил что у пророку все которые хорошо говорят все сюда ко мне призываясь а который плохо их даже не зависть я не хочу слышать ничего а был один там да иди них который он все-таки пришел и ему сказал определенные слова который он не хотел служить в конце концов когда с ним произошло определенная вещь он понял как и желтодоносцы или дарит сегодня говорим тоже с утра максим говорил так то что он после определенного испытания и падения в своей жизни он понял да то что нужно поднять свои глаза на небо для того чтобы увидеть бога для того чтобы еще раз ощутить возродиться в своей жизни на своем сердце и понять что на самом деле он самый главный что потом вот эти слова которые там написано что он вот я понял что он дает авторитет что он дает власть и нет никого который может это сделать он говорит что я ошибался на самом деле когда я думал что я сам за получил вот этот авторитет какую-то власть построил там какие-то дома у меня было все прекрасно и так далее нет он бывает что это не так это мне дали это только тот который это тот всевышний на который я поймал свой взор написано в библии и евангелия дано давайте откроем 4 глава я еще не замучил пока вас скоро ужин если конечно поздравить вас и я думаю вы только видитесь и 4 глава 23 стиха мы знаем эту историю поэтому не будем все перечитывать 23 стих прочитаем он и станет время и настало уже когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе истины ибо таких поклонников отец ищет себе больше есть дух и поклоняться и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истины и на самом деле о чем мы говорили это так и есть приготовить свои сердца мы не должны приготовить какую-то аппаратуру в своей жизни потратить там кучу денег на нее чтобы она была у нас самое лучшее до чтобы у нас была самая большая церковь который мы приходим чтобы там по две с половиной тысячи по три тысячи выходила и каялись там и все происходило таким образом что ты был бы просто в шоке от чудес который происходит мы сейчас не об этом говорим весь двое что ох ищет себе поклонников которые поклоняются в духе истины в иисусе христе потому что таким образом за когда иисус внутри нас и он находится на первом месте внутри нас он смотрит на нас через иисуса христа как сегодня понравилось ребята тоже говорили об этом если даже есть какие-то проблемы если есть какой-то неправильное решение даже грех который я скажу зачастую до происходит в нашей жизни бог смотрит через иисуса христа в нашу жизнь если мы христиане если вы дети божьи которые хотим жить по его слову который хотим жить в его присутствии здесь написано что именно таких настало время уже то есть тогда про которое время по которым мы говорили вот этот ковчег ты представляешь что было бы сегодня я думал недавно чтобы что было бы сегодня если бы сегодняшний день был ковчег среди нас ребят который в нижнем новом году приехали они скажут ну мы ковчег заберем с собой поставим там своей церкви поставим там своей семье поставим там в каком-то месте и у нас там будет присутствие позже и другие мы которые приехали там из испании приехали из других мест они тоже пускали нет нет нам ковчег дать и вот каждый который привез бы его к себе домой да он вы и думал бабы была бы война была бы драка о том что кто возьмет ковчег у кого будет присутствие больше в жизни и на самом деле сегодняшний день слава богу что это не так потому что здесь говорится что мы должны поклоняться поводу есть в иисусе христе потому что естественно это иисус христос в духе и истины в иисусе христе именно таким образом должно быть наше поклонение ему именно таким образом я думаю что мы должны осознавать в нашей жизни чтобы иисус он был главный чтобы он был первый в наших сердцах и еще один стих чуть дальше я думал что сегодня ребята до него дойдут мы не зашли поэтому я прочитаю 15 глава сегодня путешествие по я и здесь написано 15 глава 1 стиха я есть виноградная лоза отец мой виноград всякого у меня ведь не приносящий плодам отсекает и всякую приносящую плохо очищает чтобы более принесла плода 5 стих я есть глаза вы ведь кто прибывает во мне я в нем тот приносит много плода и без меня не можете делать ничего и на самом деле сколько я вот раз пытался в своей жизни чтобы сделать забывая о боге забывая о том что кто мне подарил жизнь кто меня спас кто меня поставил на правильное направление в моей жизни сколько раз я принимал пытался принимать какие-то решения не то что я там сразу тонул и брался за наркотики там или за алкоголь и там еще за какие-то глупости да я не про это говорю я говорю про то что как только я смотрел на мир на то что мне нужно что-то приобрести мне нужно там то или другое и смотрел на свою гордость да смотрел на свои проблемы и думаю что какие они огромные и так далее и через какое-то время я начинал понимать то что я живу в пустоте то что я живу и ищу бога на самом деле своей жизни то что я верю что он не главный для меня да то что кому-то я забываю да про него иду свой путь просто для того чтобы можешь просто идти тут нужно может просто жить потому что мы можем просто потому что можем просто потому что можем просто просто находиться и делать все простоок мэтаources говорю здесь написано что без меня не можете делать ничего это на самом деле очень я считаю что кардинальный для слова который иисус говорит после того что он делает вот эти все часа и преломление и то что он накормил то что ученики накормили столько людей происходили разные исцеления тогда он говорит потом своим ученикам без меня не можете делать ничего и на самом деле 2 сегодня да он также как и тогда он также находится среди нас он также ищет сердца которые он хочет достигнуть неважно ты да а тут ты приехал сегодня из москвы из питера из тольятти из нежненово и из соединенных штатов это не так важно бог он вездесущий но когда мы готовы чтобы он был в нашем жизни на первом месте тогда и будет его присутствие среди нас то что когда мои свои сердца открываем для него да как мужу молились как может перед да и он именно таким образом он хочет поклонение он хочет именно таким образом чтобы мы поклонялись его именно таким образом хочет еще раз тебя затронуть своей жизни как вы говорили тоже блудный сын мне очень нравится эта история тоже повторюсь написано что он находился да не знаем сколько лет месяцев там недель на какое-то время он был там я знаю что каждый на своем уровне когда-то он был в этом состоянии больше или меньше опустился это не так важно 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 что ты когда-то чувствовал вот это состояние там может быть и сейчас чувствуешь его это состояние человек который может быть ушел от него и тогда для тебя есть возможность возрождение для тебя есть уже возможность чтобы обновиться в своей жизни потому что если ты сын божий если ты его дитя как мы уже говорили об этом да ты иди вперед иди распахни для него свое сердце распахни для него свою жизнь чтобы он был на первом месте внутри твоей жизни внутри твоей семьи внутри твоего бизнеса внутри твоей работы внутри твоего служения внутри просто всего написано что всего который ты делаешь без меня не можете делать ничего это на самом деле ну так короткая весь до которой это поделиться и призвать до или сказать что ну иногда мы думаем так как я вот думал тоже несколько лет назад ничего не получается может быть и сегодня живешь и тоже думать зачем мне все это там дальше возрождение морочить голову надо типа усилий делать свою жизнь и так далее я тебе сказал что когда бог затрагивает твое сердце затрагивает твою жизнь ты это хочешь сделать и желаешь чтобы быть рядом с ним потому что что бог хочет по отношению к нам что он хочет для своего народа как тогда когда он выбрал народ израильский да когда-то да и по сегодняшний день что он хотел по отношению к нему это будет с ним чтобы его присутствие она была постоянно с народом так что он был главой чтобы он был тем который говорит и люди делают даже он был самым главным на первом месте как он был царем и последний стиль я прочитаю чтобы закончить сейчас я скажу это 2 парилипоминон тоже я прочитаю 4 7 глава 14 стиль и смирится народ мой который именует с именем моим и будут молиться и взыщут лица моего и обратятся отходы путей своих то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелюсь землю их ныне же очень мои будут отверстие уши мари внимательны молитве на месте сём и давайте подумаем об этом просто я знаю что ты избран для чего то я знаю что ты как мы говорили уже что ты сын ты дочь до божья которому хочет обращаться которому хочет чтобы ты не не было ли не было потерь который он хочет быть главой направляет тебя как это было во многих ситуациях когда уже на пути который тоже прошел или же еще будешь идти когда не сомневаюсь поэтому давай об этом подумаем и помолимся дальше маги нам христос славлю тебя превозношу тебя ты нужен нам каждом деле и нужен нам вашим служение это нужно в вашей семье ты нужен нам нашей работе которые мы делаем это нужно во всем в каждом шаге который мы живем сусе нужно твоем присутствии нужна нам твоя рука твоя помощь твою помазание иисус мы знаем что все что у нас есть это от тебя что мы ничего не добились там или достигли какими-то своим усилиями своими заслугами но только ты и твоя рука она благая она щедра и то что мы получили это тебя хорошего у нас спасибо тебе так царей за это очисть нас прошу тебя обойдутся чтобы мы были действительно достойными твоими детьми которые не просто расстраивать свою жизнь в пустоте которые смотрят не в ту сторону который нужно смотреть помоги нам смотреть на тебя в нашей жизни в наших решениях ваших делах в один об этом прошу тебя отчесть нас прошу тебя господь чтобы присутствует твоя она была среди нас чтобы она покрывала наши сердца чтобы она затрагивал вашей жизни еще раз еще раз расходить прошу тебя чтобы твоя полнота она действительно наполнял нас чтобы твоя свобода наполнял нас чтобы твоя сила твоя любовь наполнял наши сердца и переполнял прошу тебя помоги нам помоги нам открыть свои сердца где-то больше убери от нас гордостью критику зависть которая так часто она мешает нам идти вперед который как часто она является преткновением для нашей жизни прошу тебя убери от нас это христос чтобы нам действительно очиститься и выйти у престола твоей благодати у престола твоей милости и чтобы действительно с открытым сердцем вызывать тебе чтобы ты положил свои планы свои цели свои мысли свои слова вашей сердце прошу тебя обоим иисус маня призывает тебя хотя мы знаем что ты вездесущие что ты среди нас живешь на помоги нам действительно тебя на первое место поставить в нашей жизни чтобы ты был царем полноправным чтобы ты был тем которые являются главным нашим сердцем вашей жизни прошу тебя до царей убери от нас что нам мешает за истили наши семьи если наших родственников и стали наши родители господь если кто нуждается в этот прошу тебя обоих людей господь которые не смогли сюда попасть по которые хотели помоги им господь пожалуйста направь их откройте и господь прошу тебя спасибо тебе за все момент подошли с тобой я славлю тебя иисус чтобы были много проблем многих непонятных ситуаций которые ты разрешил уже или которые еще находятся в процессе разрешения какой-то мы верим что ты доведешь все мальчика до конца спасибо тебе за иисус спасибо я благодарю тебя